Здравствуйте! В эфире программа День города. С вами Анна Герцовская. Мои коллеги, репортер телекомпании «Город» приготовили для вас новости нашего региона. И сейчас коротко о главном. Спорт – это жизнь. Олимпийские чемпионы встретились с рязанскими спортсменами. Отличившимся в сдаче ГТО они преподнесли золотые значки. Грохот по соседству. В поселке Аликаново действует незаконная пилорама. Безопасный город. В эти дни в Рязани проводятся рейды по выявлению незаконных веществ и оружию. Из-под земли достанут. Рязанские полицейские среди ночи задержали злоумышленников с помощью тепловизора. Юные рязанские спортсмены, выполнившие нормы ГТО на высшем уровне, получили золотые значки из рук олимпийских чемпионов. Встреча состоялась в рамках Всероссийской благотворительной программы «Олимпийские легенды детям и молодежи России». По всей стране чемпионы встречаются с теми, кто подает надежды. И сегодня очередь дошла до рязанцев. В памяти многих болельщиков осталась потрясающая игра, когда после двух партий в матче первых сборных команд Советского Союза и Японии на Олимпийских играх в Мехико счет был 1-1. В третьей игра шла очко в очко. Напряженные нервы зрителей не выдерживали, что говорить об игроках. И вот тут-то и заиграла Нина Смолеева. Свободно, смело, неожиданно для соперниц. Ее пример зарядил всех игроков нашей сборной новой энергией. Команда выиграла третью, а затем и четвертую партию. А с ними и всю встречу. Тысячи зрителей, ставших свидетелями этой схватки, даже не догадывались, что Нина играла с поврежденным коленом. Болельщики любовались ее искусными передачами, безошибочной игрой в защите и неотразимыми ударами. Это уже после зарубежные журналисты стали называть Смолееву суперзвездой и мисс волейбол. Нина Смолеева из тех игроков, которые в трудную минуту готовы взять на себя ответственность и повести за собой остальных. Это, пожалуй, определяющая черта характера спортсменки. Это очень сложно. Я многие годы была комсоргом, потом капитаном команды, сборной команды еще тогда Советского Союза. Здесь нужно обязательно такое чувство локтя, так сказать, товарищи. Такой какой-то дружбы особенной и любви ко всем, кто тебя окружает. Потому что здесь сложности. У каждого свой характер, у каждого свой подход. И здесь надо многое перетерпеть. И надо сделать так, чтобы команда была единым, целым. Это все зависит от твоего внутреннего и воспитания, и твоей подготовки, и твоего отношения к твоему любимому виду спорта. Сегодняшняя встреча, на которую приехали олимпийские чемпионы советской эпохи, для 20 юных рязанских спортсменов – мотивация. Ведь их спортивная карьера только началась. И как знать, может кто-то из присутствующих спустя несколько лет принесет стране очередные медали. Я занимаюсь легкой атлетикой второй год. Этим видом спорта занималась моя мама, поэтому я и выбрала его. Этот вид спорта позволяет приобрести хорошую фигуру и добиться каких-то успехов. Я бегаю длинные дистанции, длинные и средние. Я выполнила третий взрослый разряд на 2000 метров. А впереди планы? Планы, конечно, выполнить, дойти хотя бы до КМС, кандидат-мастера спорта по легкой атлетике. Ну и, конечно, не забрасывать спорт. Встреча состоялась в рамках благотворительной программы «Олимпийские легенды детям и молодежи России». Великие спортсмены посещают города и веси нашей бескрайней родины, чтобы поговорить с молодыми, подающими надежды спортсменами и добавить мотивации в их ежедневный непростой труд. Кроме областного центра, делегация посетила в Рязанской области Скопин и планирует встречу со спортсменами в Касимове. Жителям поселка Аликаново много лет не дает спокойно жить пилорама, которая находится по соседству. Зарегистрированная как склад, она функционирует совсем иначе. Несмотря на многочисленные попытки местных жителей обратить внимание властей и правоохранительных органов на производство, ничего не меняется. Наша съемочная группа побывала на месте. Чистый воздух с ароматом корабельных сосен, озерная гладь и щебет птиц. Это Аликаново, населенный пункт в 20 километрах от исторического центра Рязани, который привычно ассоциируется в сознании горожан с летним беззаботным купанием и отдыхом на лоне природы вдалеке от суеты и городского шума. Приобрести участок земли и построить дом в этом районе и вовсе мечта многих. Кто-то мечтает, а кто-то реализует. Вот только застраиваясь, жители улицы Полевой не рассчитывали на то, что Аликановская сказка омрачится. Десять лет назад мы купили дом. Здесь было чистое поле. И напротив, где сейчас завывают бензопилы, у нас пили жаворонки. Потом это поле перевели из сельхозназначения в жилое. И здесь построили целый большой коттеджный поселок. На территории этого коттеджного поселка гражданин Володин, который живет в том желтеньком домике, купил вот этот участок земли и организовал здесь производство изделий, туалетов из пиломатериалов, туалетов, сараев, бытовок. Пилорама расположена прямо вплотную к жилым домам через дорогу от участка Марины Ивановны. Ежедневно по выходным и праздникам в 9 утра так называемые соседи начинают работы с пиломатериалами. Бензопилы работают с утра до ночи и в субботу, и в воскресенье. Людям просто не отдохнуть, не выйти на улицу, не открыть окна, потому что здесь мало того, что здесь шум, здесь еще и пыль, и все это летит. Любое производственное территорие населенного пункта запрещено законом, но юридически здесь ничего не производят. Согласно документам, это склад. Однако, каждое утро жители улицы Полевой из окон своих домов снимают, как на территории, огороженной забором, строят подсовки, туалеты и другие конструкции. И, несмотря на активную работу, продолжают отрицать наличие производства. Это складирование. Хорошее складирование. Это складирование, но мы иногда распилим. А на каком складировании? Мы каждый день снимаем лет пять уже в окно. Да, и президента уже отправили. Да, пожалуйста, вы меня вообще не имеете права снимать. А вы не имеете права тут пилить и строить. Так что, пожалуйста, покиньте частую территорию. Не надо, территория ваша частная. Здесь производство запрещено, как вы это прокомментируете? У нас такая территория. Долгая, но тщетная переписка с различными инстанциями ведется аликановцами уже не один год. Письма первым делом летели в прокуратуру. Прокуроры проверили деятельность организации и признали, что земля используется несоответственно целевому назначению. Однако после этого территория из жилой была переведена в нежилую. И деятельность организации продолжилась. Отправлялись письма и в администрацию района. Но оттуда приходят ответы о том, что никакого производства здесь нет. На указанном месте расположены складские помещения. А пороться, мне кажется, тут бесполезно. Мы уже письма, куда только не писали. И в районный центр, и в местный, и в Путину. Но, как везде, наверное, система у нас отработана. Все идет на кругу свои в районный центр. Потом, значит, с района в местный. И все говорят, а все нормально, ничего нет у нас. То ли глаза какие-то замутненные не видят. Это сам факт по себе. Это вот факт, что никто не видит, что тут работает. А разговор идет, что тут нет ничего. Ну, это абсурд наводит на какую-то мысль даже нехорошую. Если и оттуда с района, и местный, тут ничего не видят. В том году приезжал Росреестр, проверял. Сказал, что нет, у вас нет производства. В этом году еще никто не приезжал. Хотя мы много раз писали письма уже в нашу Рязанскую районную администрацию. Наталье Арнольдовне. У нас была с ней дружеская переписка по поводу того, приехайте, посмотрите, убедитесь, что только слепой может не увидеть, что здесь реально настоящая стройка и настоящее производство. А не хранение беломатериалов, под которые перевели администрация наша местная, вот эти вот участки. Между тем, на наш запрос руководитель аппарата администрации Рязанского района пообещал разобраться с ситуацией. Надо разобраться сначала, кому обращение было. Если было обращение, значит, был ответ. Вот. Он не мог остаться без ответа, да, как вы говорите. Что люди писали к Наталье Арнольдовне, да. Ну, разберемся, кто ответ делал и кто проверял, какая комиссия ездила, проверяла. И тогда комментарии дадим. Жители Аликанова написали письмо даже президенту России с просьбой разобраться в их истории. Борьбу они продолжают. И отсутствие асфальта на их улице, и пыль от щебенки его заменяющей, кажется не такой уж серьезной проблемой. В сравнении с ежедневными, непрекращающимися песнями бензопилы, доносящимися с так называемого склада. Сегодня свой день рождения отмечает один из самых ярких политиков нашего времени Владимир Жириновский. Фракция ЛДПР ни на секунду не останавливает свою работу. В эти дни Александр Шерин встретился со студентами железнодорожного колледжа. Депутат Госдумы от фракции ЛДПР рассказал о своей работе, а также выслушал проблемы и предложения молодых людей. В приемную депутату Государственной Думы Александра Шерина со своими проблемами и предложениями обычно обращаются люди старшего поколения. Тогда как, по мнению депутата, сегодня просто необходимо получать максимум информации о том, чем живет и что волнует молодежь. Ведь от нее зависит будущее нашего города и области. Именно для этого Александр Шерин посетил железнодорожный колледж и лично пообщался со студентами. Мы не должны сидеть в кабинетах и ждать, кто-то к нам придет. Мы сами приходим и у нас есть возможность, когда с аудиторией молодой пообщаться. Мы бы хотели рассказать о том, что мы делаем для молодых людей. Ну и самое главное от них получить наказы, установки. Я считаю, что в Рязанской области работа с молодежью должна быть построена на более широком уровне и по различным направлениям. В ходе встречи депутат Государственной Думы от фракции ЛДПР рассказал ребятам о той работе, которая проводится с молодежью на сегодняшний день и о том, что планируется сделать в будущем. По мнению Александра Шерина, в первую очередь молодым людям из различных социальных слоев нужно предоставить одинаковые условия для развития, будь то спорт, научная деятельность или творчество. Помимо этого, нужно давать возможность молодым людям проявлять себя и развиваться. А в Рязани, как считает депутат Государственной Думы, для этого сделано недостаточно. Я считаю, что вот то здание, которое раньше принадлежало Министерству обороны, являлось Домом офицеров, сегодня является в собственности муниципалитетом, является Домом общественных организаций, я думаю, что оно не задействовано на 100%. Вот если бы это здание бывшего Дома офицеров передали бы для молодежных организаций, там открылась бы Рязанская лига КВН, и там молодые ребята могли бы собираться, проводиться олимпиады, соответствующие конкурсы, встречи, круглые столы. Мы могли бы, депутаты Государственной Думы, обсуждать с молодежью различные насущные проблемы, вырабатывать совместные решения, самое главное – отчитываться перед нашей молодежью о том, что было конкретно для них сделано. По завершении встречи молодые люди смогли задать Александру Шерину интересующие их вопросы, а после поделились с нами своими впечатлениями от общения с депутатом. Для меня очень важны вот эти вопросы, которые обсуждаются, потому что их очень редко поднимают на таком уровне. То есть в школах их надо как можно чаще проводить в учебных заведениях. Вопрос, конечно же, интересует все, которые сегодня поднимались, так как об этом мало где говорится. Также мало говорится и в нашем учебном заведении, и дома как-то. Ну, не те вопросы уже обсуждаются. Поэтому довольно-таки было интересно послушать о том, что нам сегодня говорилось. Для того, чтобы знать, что молодежь интересует, какие у них проблемы и каковы, с точки зрения молодых людей, пути их решения, на должность помощника депутата Государственной Думы по работе с молодежью Александр Шерин назначил студента второго курса данного колледжа Павла Куратова. Именно с его помощью впоследствии будет оказываться содействие со стороны Александра Шерина и партии ЛДПР молодежи Рязани. Встречи с рязанцами подобного формата депутат Государственной Думы от фракции ЛДПР в дальнейшем планирует продолжить. Смотрите далее. Безопасный город. В эти дни в Рязани проводятся рейды по выявлению незаконных веществ и оружию. Из-под земли достанут. Рязанские полицейские среди ночи задержали злоумышленников с помощью тепловизора. В эфире программа «День города» и мы продолжаем выпуск. В преддверии майских праздников в регионе усиливаются меры по обеспечению безопасности жизни граждан. Так, сотрудники ГИБДД устраивают не только плановые проверки документов и занимаются выявлением нарушителей, но и проверяют автомобили на предмет обнаружения запрещенных веществ, оружия и боеприпасов. Для нас привычно видеть стационарный пост сотрудников ДПС при въезде в город. Некоторые автолюбители уже знают, в какой момент стоит снизить скорость или даже больше – пристегнуться. Но мало кто знает, что такие посты служат большим гарантом безопасности. Ни один подозрительный автомобиль не сможет пересечь черту города. Взмах волшебной палочки – и водитель прижимается к обочине. Подозрительные машины сотрудники ДПС останавливают в первую очередь для досмотра на наличие в нем запретных веществ или оружия. Водители открывают багажник, показывают абсолютно все документы на машину. Шоферы же большегрузов предоставляют для досмотра свою фуру. И только убедившись в полной безопасности автомобиля, сотрудник ДПС желает ему счастливого пути. В случае, если граждане-водители похожи на лиц разыскиваемых, они сопровождаются на пост, стационарный пост ДПС, где проверяются все необходимые документы у них. Сотрудники ДПС на стационарных постах усилены специалистами органов внутренних дел, которые осуществляют силовое прикрытие. Поэтому границы нашего города надежно защищены. Очередная авария сегодня произошла на Северной Окружной в районе гипермаркета «Глобус». Наша съемочная группа находилась неподалеку и успела заснять происходящее. На Северной Окружной сегодня автомобиль «Рено Дастер» въехал в Киа, водитель которой остановился на мосту, несмотря на запрет на стоянку. Из-за отсутствия на автомобиле аварийных знаков водитель «Рено Дастер», видимо, не заметил стоящий автомобиль и, перестраиваясь, въехал в машину. Судя по всему, никто сильно не пострадал. У водителя «Рено» было замечено кровотечение. А вчерашняя авария унесла сразу две жизни. 24 апреля в 16 часов на 191-м километре автодороги М5 «Урал» города Рязани 23-летняя жительница города Михайлова, управляя автомобилем «ВАЗ» 10-й модели, выехала на полосу встречного движения, где совершила столкновение с грузовым автомобилем «Вольво» с полуприцепом под управлением 40-летнего жителя Самарской области. В результате ДТП водитель легкового автомобиля и ее 18-летняя пассажирка, жительница Рязанской области, скончались на месте автоаварии еще до приезда медицинской помощи. Всего за прошедшие сутки на дорогах Рязанской области было зарегистрировано три дорожно-транспортных происшествия, в результате которых два человека погибли и два получили травмы различной степени тяжести. В области произошло 22 ДТП с причинением материального ущерба автовладельцам. Инспекторами ДПС ГИБДД выявлено 436 нарушений правил дорожного движения. Задержано шесть водителей в состоянии опьянения. Бдительные жители нашего региона вновь помогли выявить и задержать преступников. На этот раз двоим злоумышленникам в Кораблинском районе среди ночи понадобились электрические провода. Двое мужчин успели срезать 300 метров провода и попытались скрыться. Однако наши полицейские ходят в рейды с тепловизором, поэтому злоумышленники были быстро задержаны в кромешной тьме. Нарушения правил охоты стали причиной очередного рейда, который провели полицейские и инспекторы охотнадзора. В одном из населенных пунктов Кораблинского района местные жители сообщили стражам правопорядка, что в поля уехал незнакомый автомобиль. Сотрудники полиции решили проверить эту информацию. Приехали в указанном управлении и вскоре заметили у линии электропередач машину и на столбе силуэт человека. Воспользовавшись темным временем суток, злоумышленники пытались скрыться, но полицейские вышли в рейд с тепловизором. С помощью этого прибора сотрудники полиции быстро установили местонахождение беглецов и задержали их. Двое рязанцев чуть старше 30 лет пытались похитить электропровода. Один из злоумышленников ранее работал электромонтером и имел опыт, как взбираться на столбы и демонтировать. Злоумышленники успели срезать 300 метров провода, после чего их задержали. 25 апреля весь мир отмечает необычный праздник – День ДНК. Исследования в области генетики доказали свою необходимость. Научные достижения позволяют применять знания и в других областях жизнедеятельности людей, напрямую не связанных с медициной. В частности, незаменимую помощь может оказать анализ ДНК в расследовании любого преступления. Изучение генома человека занимает умы тысяч ученых во всем мире, шаг за шагом. Великие умы расшифровывают загадку ДНК для того, чтобы бороться с наследственными и приобретенными заболеваниями. Вирусные эпидемии, диабет, онкология – все эти болезни века, убивающие миллионы людей. Можно предупредить, если на эту загадку будет получен ответ. Метод ДНК идентификации человека по аналогии с методом идентификации по отпечаткам пальцев был открыт совершенно случайно, как побочный результат другого исследования. 10 сентября 1984 года британский генетик Алик Джеффрис сделал открытие. Последовательности ДНК конкретного человека составляют его ДНК-профиль или генетический паспорт, который можно использовать для безошибочной идентификации личности. Несмотря на то, что 99,9% последовательности ДНК человека совпадают по составу, ДНК людей обладают индивидуальностью. Точность идентификации зависит от количества анализируемых участков генома. В настоящее время число таких участков для составления ДНК-профиля достигает 16 и более. И это знание с тех самых пор используют, например, следователи. Есть несколько этапов в генетике. Первый этап мы должны найти объект, содержащий ДНК, кровь, гипосперму. Потом мы должны вытащить из клетки эту ДНК. ДНК-экспертизу начинают со взятия образца ДНК-индивидуума. Образцы берут из крови, слюны, спермы и других подходящих жидкостей либо тканей, с личных вещей, например, зубной щетки или бритвы. Большую популярность с момента открытия метода приобрел тест на отцовство. В ДНК ребенка при помощи специального прибора выявляют участки геномов. Локусы, увеличенные в несколько миллионов раз, исследуют под микроскопом, определяют хромосомы, которые достались от матери, а после – от предполагаемого отца. При совпадении эксперты делают вывод с 99,9% уверенности о том, что связь между ребенком и мужчиной биологическая. Процедуры ныне доступны всем, однако стоят недешево – от 12 до 25 тысяч рублей. Учитывая, что изучение феномена ДНК в самом начале, кто знает, какие возможности откроются ученым дальше. В православном мире сегодняшний день известен как Радоница. По традиции живые вспоминают усопших и посещают захоронения, чтобы поделиться радостной вестью «Христос воскрес». Вопреки сложившейся традиции в день Пасхи посещать кладбище не рекомендуется, а вот сегодня самое подходящее время. Этимологически слово «Радоница» восходит к словам «род» и «радость». Причем особое место Радоницы в годичном круге церковных праздников сразу после светлой пасхальной недели как бы обязывает христиан не скорбеть и не сетовать по поводу смерти близких, а наоборот – радоваться их рождению в другую жизнь, жизнь вечную. Победа над смертью, одержанная смертью и воскресением Христа, вытесняет печаль о временной разлуке с родными. Именно на Радоницу существует обычай празднования Пасхи на могилах усопших, куда по традиции приносят крашеные яйца и другие пасхальные яства, где совершаются поминальные трапезы и часть приготовленного отдаются нищие братья и напомин души. Такого рода общение с усопшими, выраженное через простые бытовые действия, отражает веру в то, что они и после смерти не перестают оставаться с нами. Распространенные же в настоящее время обычаи посещать кладбище в самый день Пасхи не противоречит древнейшим установлениям церкви. Вплоть до девятого дня после Пасхи поминовение усопших никогда не совершается. Пасха – время особой и исключительной радости, праздник победы над смертью и над всякой скорбью и печалью. В Москве прошла выставка «Нефтегаз-2017». Рязанская компания «Резур» традиционно приняла участие в этом масштабном, зрелищном, информативном мероприятии. Международная выставка «Нефтегаз-2017» проходила в экспоцентре Москвы с 17 по 20 апреля. В этом году на площади 50 тысяч квадратных метров свои новейшие технологии, разработки и сервисы демонстрировали 526 ведущих предприятий отрасли из 25 стран. Рязанская компания «Резур» традиционно принимала участие в самом масштабном мероприятии нефтегазовой отрасли. Ежегодно наша компания принимает участие в выставке «Нефтегаз» и ежегодно мы стараемся привезти какие-то новинки, какое-то новое оборудование. В этом году наша новинка является новой линейкой взаозащитных соединительных клеммных коробок «Резур КС». Компания занимается комплексными поставками контрольно-измерительного оборудования, а также имеет собственное производство. Все ключевые заказчики с удовольствием посещают наши стенды, интересуются в основном новинками нашего производства, сигнализаторами уровня, индикаторами уровня. Сотрудничаем с компанией «Резур» уже много лет. Что касается качества, что касается цен, это на самом деле конкурентоспособная компания. Компания занимает устойчивую позицию на рынке, постоянно расширяет ассортимент и регулярно участвует в международных и региональных выставках. В основном такие мероприятия нужны для общения с конечными заказчиками, для выявления их проблем, для решения этих проблем, силами нашего предприятия. Естественно, мы ожидаем, что данная выставка даст серьезный толчок к развитию нашей компании и поможет нам привлечь новых клиентов и лучше понять их потребности. Это все новости на данный момент. Я с вами прощаюсь. Увидимся с вами в эфире или на нашем официальном сайте город62.тв. Весеннего вам настроения. До свидания. Ипотека 7,4%? Ипотека 7,4%? Как? 7,4%? Да, всего 7,4%. Ваша выгода составит 450 тысяч рублей. Только 6 квартир в месяц. Программа «Доступные ипотеки» от компании «Зеленый сад» и ПАО «ВТБ-24». Субтитры создавал DimaTorzok